Боимся! Господи, благослови наши занятия, не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных Твоих слов. Прибудь с нами в этот благодатный воскресный день. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Святая Троица, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание фессалоникийцам святого апостола Павла. Третья глава, седьмой и восьмой стихи. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работают день и ночь, чтобы не обременить с кого из вас. Толкование. Мы не бесчинствовали, то есть не оставались в праздности. Бесчинением здесь апостол называет ничего не делание, как и выше. Ибо Бог положил, очень шумно, ибо Бог положил быть человеку в труде и для этого снабдил его пригодными к тому членами. Так что кто остается праздным, тот выступает из чина Божия. Заметь, что апостол назвал даровой пищей то, что получает от них содержание. Но оно не было даровым, потому что он проповедовал. А трудящийся достоин своего пропитания. Обрати внимание на усиление речи. Если наученные нами чему-либо не почитают нас ради Бога, то мы негодуем, как будто получили самую сильную обиду. Особенно тяжело брать от слушателей. В настоящем случае об этом говорит и апостол. Потому что фессалоникийцы были бедны. Второй фессалоникийцам 3.9. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Толкование. Апостол имел право не трудиться, так как был занят более важным делом, проповедью, и питаться на средства своих учеников. Однако по доброте своей он трудился и кормил себя и находящихся с ним, чтобы научить этому и своих учеников. И вот здесь Игнатий Тихонович слова блаженного Филакта выделяет и подчеркивает. Слова это такие. Был занят более важным делом. Проповедью. Более важным, то есть проповедь важнее, чем зарабатывание денег на пропитание. Итак, комментарии. Согласно Слугу Божию и толкованию Феофилакта, священнослужители имеют право питаться только от проповеди, важнее которой нет ничего. О таких выражениях, как «служащий батюшка», «выездной по требам» ни Библия, ни толкование не знают. Скрыв Евангелие, люди изобрели другую веру, ложно называя ее православной. Далее цитата. Святитель Тихон Задонский говорит. «Проповедь закона Божия нужна, чтобы люди познали свои грехи, как в зеркале видят недостатки своего лица, опознав, и сгладили бы их покаянием и верой, и впредь береглись бы их». И это дело долг пастырей. Еще одна цитата. «Мы усердно учащие не виноваты в том, что не убеждаем слушателей, а отвечаем только за то, что не обращаемся с наставлениями. Наше дело увещевание, а повиновение зависит от них». Святитель Иоанн Златоуст. Далее. Лука 4, 43. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Речь нашего Господа Иисуса Христа. «Это, ибо я на то послан, нашему священству надо принять в непреложный закон». И апостол заповедовал им в лице святого Тимофея. «Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай». 2 Тимофея 4, 2. «Истину на землю принес Господь и Дух Святой, исполнивший апостола в день Пятидесятницы, и ходит она по земле. Проповедники ее, уста и иреев Божий, кто из них затворяет уста свои, тот преграждает пут истине. «Просящийся в души верующих». От этого и души верующих... Телефон игнать. От этого и души верующих томятся, не получая истины. И сами иереи должны ощущать томление от истины, которое не получая исхода тяготит их. «Освободившись же, иерей Божий от этой тяготы, излей потоки слов Божьих в отраду себе и в оживление вверенных тебе душ. Когда же увидишь, что и у тебя самого нет истины, возьми ее». «Она в святых писаниях». «И исполняясь ею», то есть истинную, препровождай ее к детям духовным. «Только не молчи, проповедуй, ибо на это ты призван». Святитель Феофан Затворник. Пастыри должны часто это учение повторять, чтобы у иных страх Божий, у иных веру и от нее истинное утешение насадить и утвердить в сердцах. Святой Павел видел эту пользу и писал, «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Филиппийцам 3.1. В книге «Бытия» читаем, что и сам Бог несколько раз повторял Аврааму свое милостивое обещание. Тоже видим и в святых церковных учителях, которые неустанно порученных себе людей учили, наставляли, увещевали, устрашали и утешали. «Непостоянно и переменчиво сердце человеческое и скоро совращается с истинного пути, поэтому требует и постоянного напоминания, увещания, укрепления, наставления и поощрения» святитель Тихон Задонский. «Место учения есть святой храм, однако пастырь везде, где не бывает народ и когда представится случай, может и должен преподавать учения. В этом деле примером всем пастырям служит Христос, спаситель мира, который не только учил в храме Соломонова, но и в домах, и в пустыне, и прочих местах. Случай подскажет пастырю старательному и остроумному, что и где говорить, так и мы это видим и в Евангелии». «Сидя за трапезой, можно говорить о трапезе, царстве небесного и прочее. После обедни всегда что-нибудь почитай, хоть кратко, ради поучения людей. А праздника никакого не оставляй без поучения. И где бываешь на приходе, в чьем-либо доме, говори что-нибудь душеполезное, чтобы люди духовно созидались. Если же знаешь что-нибудь в чем-то согрешающего, увещевай его и моли, чтобы перестал грешить и устрашай судом Божиим и мукой вечной, и неизвестным окончанием этой жизни. Горе христианам неисправным и священникам, не старающимся исправить их. лица никакого не стыдись и не бойся, но всех, кто грешит, обличай, ибо это есть священническое призвание, и всем проси помощи у Бога. Даже если будут тебя ненавидеть за это злые и злословить, не бойся их, делай свое и Бог тебя защитит. Святитель Тихон Забынский. Вопросы? Исполнять надо. Зайти на какое-то поле, например, на Глушковский огород, и ты увидишь там, растет клен, растет полно там, что у тебя загорожено, и клен пускает корни глубоко, и клен уже в настоящие деревья вырез. Такое было Кладежа Васильевна. Что мы сделали? Спилили деревья, которые не успели, бульдозер пришел, и вырвал. И у корней вот такая примерно яма такой ширины, такой же глубины. Мы однажды там, где сейчас как у нас гостиница, саманная называется, и мы там деревья были, и надо было выкопать. Так, 4 метра ширины на 4 корни не перерубить ничего, копать надо было. И теперь под корень, а корни-то идут вниз, и дальше копали, как колодец перерубали, и теперь веревками все деревни вытаскивали один пень. Человек, который этого не знает, он не понимает, у нас склады, которые есть, мы там все это корчевали. Ты приехал, уже склады были, да? я не знаю, на кого сослать, никого не было. И вот человек, ну что, какой вопрос, никакой вопрос, корчевать надо. Кугримляка, как пишет, Егорова штаны, там, с горок такой, он так место-то разработал, а Егор его звать, издалека, когда идет по Амуру, какой-то шитик там или кораблик, и видят Егорова штаны, чистое место, которое они засаживают теперь. Ну, знаете, как этот, Робинзон Крузов, как он прорубался, вопрос в одном, как вы могли до этого допустить? Добавить нужно, что указание было дано намного раньше. Вот князь Владимир избирает веру, посылает, конечно, послал людей исполнительных, но они не могли быть грамотнее Его, грамотки-то никакой не было, какая там грамота была, убивали друг друга, у него было в это время две тысячи наложниц. У Соломона тысяча, у него две тысячи. И чем, может, у брата Ярослава понравилось? Две тысячи одну решил, родного брата убил, забрал жену. А того, где, пришли, куда. Вот корни наши. И когда патриарх Кирилл говорит, говорит, нас даже людьми нельзя было считать славян, так на него как напустились со всех сторон это язычники, которые, ну, правильно говорит, абсолютно. Ничего не знает. Вот эти слуги, его, как сказать, посыльные поехали, вот пришли к таким-то евреям. А где ваша вера взята? Нам Бог и Его дал на стенах. А где стенах? Ну, это там. А почему вы не там? До нас, видишь, другие цари по всему миру разогнали. Да, так у вас и родины нету. Пошли отсюда. Они себя-то не могли защитить. Пошли к татарам. Те начали тоже говорить, показывать, какая вера у них. Что им-то не понравилось. Там вообще-то язычество было. Люди-то нормальные, которые верят по мусульманству, а они многое знают. А которые вот эти туркмены, узбеки, их настоящие мусульмане, их за мусульман не считают даже. Они только обрезаны, больше ничего нету. И, может быть, свинину не едят. Два пункта. И вот они пришли, дошли до Стамбула. Теперь Стамбул, а тогда был Константинополь. Новый Грат и Рим. Их на службу привели. Откуда? Отсюда. А они на стругах доплывали до них и воевали, осаждали этот город. Славянь. Это боится, и на народ был. И вот они теперь на службу ставят. Вот представьте, ни одного слова не знают. Греческий. Ты на пев слышал, как они тянут-то? Вот это, ангелы на поне появились, когда поют-то какой. Это вот такое примеропение было. Это без конца. Ну, казах на коне едет но там божественные слова, но они не знают. И вот теперь кодят по ноздрям ударил, а запах. Вань, ты слышишь-ка запах? Вот чудесно. Так. А теперь как разоделись, а ризы заблистало. У католиков-то этого нет, это у православных. У нас даже женщины как одеваются, глянь, она готова уже диканица. Посмотри, какие цветы, да какого золотого цвета на ней все. А тут присаживайся, архиерейская служба идет. Колокольный звон, им по ушам колокольный звон понятен. Это на битву зают, у них эта вещь это была новгородная. Новгородская. Я вижу просто эти слуги, как они стоят, рты разъянули. А они кое-что знали. Когда умирал у них князь, ему рубили жен всех, лошадей, с ним там, чтобы он там так же продолжал царствовать. Сколько было жен всех, под нож, а новым он себе новых наберет. Эти зачем у старухи-то? Они понимали это. И с собой там клали ему что-то мобильное, там как у цыган сейчас, телевизор. Все. И они представляли, что такое небо. Вот они когда-то все насмотрели, да еще их угостили. А у князя-то Владимира это было веселье пить вино. А там им дали, у русских, на православных, там вообще пили. Греки пили. Им дали выпить, конечно. Гости такие. Что они там готовили? Они знают, национальное кушание. Ну что-то было и мясное, никак. Без этого не обойтись. И вот когда они вернулись, князя, дорогой сколько они говорили, да еще и подарков каких дали. Князь, а мы как на небе были. На каком? Я спрашиваю. На языческом небе. Другого-то они и не знали. Они знали, когда убивали жен, лошадей, кололи ему в могилу. Ну это, давай не переигрывать эти слова-то. И вам понравилось? Князь, не то слово. Понравилось. Запах. А одежда, а колокольный звон, а иконы там эти, а картины, какие у нас наскальные живуты есть, как попало. А там как живые. Ну что, принимать будут, да разговаривать не надо. Все. Поехал туда. Ну просто так. Я пришел брать, да никак. дайте мне папа. Нет, я приехал с силой. Значит, осаждает город Солунь. А там только восстарились молодые василистки. Василистка-то царь. Василий-то царственный. Он их окружал. Они двое молодые, царишки-то двое. И он им начал тогда, ну отступись от нас, голод, моровая язва. Ленинград устроил блокадный. Что делать? Сестру Анну, отдайте за меня замуж. Да. Осаду сниму. Так она христианка. Надо принять. Вот если ты примешь, а вот теперь у него все на место. Женский пол он знает. Все остальное понятно. Согласен. Бочка вот она. Теперь он будет креститься. Вот он принимает крещение. Я не утрирую. Именно так и было. Солунь город теперь он отдает уже как завоеванный. Все. Сальграда осаду снимают. Туда так. К нам по полку надо. И вот едет первый епископ Михаил. Что он везет? Не написано. Но понятно, с чем сали заниматься на другой день. Они пошли рыть горы. Они могли спросить, у вас лопаты штыковые есть? А совковые лопаты есть? Есть. Они теперь начнут там подземелья рыть. Подземное, пещерное привезли. И ни одного Евангелия на всю страну. Ящики, конечно, ладана. Ладана в России не было. А потом научился смолать еще тут сосны. Они научился делать. Трава добавят, запах еще похлеще по ноздрям ударит. И вот теперь на этом все и захрясло. Вот он, основатель монашества, а уже он там был, Феодосий Пещерский и Антоний. И они теперь покажут, как копать пещеры. Но хоть что-то это было, ничего не было. Бумаги нет. Бумажный комбинат на Байкаре уничтожили, благодаря Распутину и Валентину. Вот такое дело. А на чем? Березка. На бересте какие-то знаки. Азбука должна быть. Кто эту азбуку славянам даст? Вы знаете, Кирилла и Виподия. Первый вопрос. Азбука есть? А у них азбуки нет. А то велами по воде писать. Нужна азбука? Брат, садись, давай напишем. И вот они с греческого перерисовали буквы и нам дали. Кое-чего у них нету. И когда русские сказали это хорошо. Хорошо. Интересно, как хшшшш. А у нас такой буквы нету, греки говорят. Шипи, не шипи, нету. Хорошо мы написать. Мы можем написать хоросо. Иисус, они говорят, ишо. Ну, как ишо, когда буквы-то ше нету-то. Иисус. Иисуса-то никто не знал. Это мы знаем. Ишуа. Вот у меня очень близкий человек. Она вышла замуж за него. Он татарин. Приезжает, а как его звать? Роман. Ну, какой же он Роман? Я говорю, тебя как звать? Он говорит, Рамзес. Ну, Рамзес первый, второй, тут понятно. Рамзес, египетские были цари. А он такой, как Романом стал. Я понимаю, у меня зять есть, он немец. Его там какой-то Рабин Транат или кто он-то был, я не знаю. А теперь он Роман. Почему он принял крещение, новое имя у него? И вот здесь-то все и начинается. И теперь это пойдет все на тысячелетия. И будут тысячелетия праздновать и никому вопрос даже не поставят, а так ли мы веруем? Нет, я не буду даже сомнения вам это подавать такое. Сегодня о сомнении много батюшка говорил. Я верую, поклоняюсь, люблю православную веру. Но когда еще считаете, я своими словами Ватарея Морисеевича еще и так-то не слышу, а тут и вообще слушать нечего. Я молюсь своими нуждами, прославляю Бога, но кое-что псалтырное чтение по-русски тут Севастян будет читать, пойму. Игорь читает хорошо вот это самое, как труба ореховская. Вот это я приму. И вот теперь год проходит, а как креститься, и на иконе изображен, стоят могутные русские рыцари, и вот такой меч у него высоты, и рядом меч, и князь Владимир простирает руки, крестит. А зачем эти воины? А кто не будет принимать эту веру новую? Враг не. А врагов что делает? Враг не сдается, его уничтожают. Максим Горький. Они уже горько все, наверное, знали. Говорили, сколько лет, если кто мне не принимает крещение, мне не друг, я говорю, неправда, он не мог. Какой друг? С чем ему это нужна голыба? Его подчинение полное должно быть, да. А сейчас пишут, это все была подделка. На самом деле, он сказал, тот мне враг. Одеваться-то некуда. А что значит? В воду залезти. Он не знает зачем. И сейчас, когда с руки махнут, чтобы под водой скрылся. Вынорнул, теперь до крещатики в Киеве будут крещения. Спроси хотя бы одного, кто ему проповедовал Евангелие. Его не было Евангелия, его не было, не перевели еще. Которые пришли, а они не знают ни одного слова. А эти не знают греческого. Что они могли принести? Все только на видимом, вот на этом вот. Конечно, тут лошадей кололи, тут коров кололи, по куску мяса каждому, как в Израиле было, лепешки всем спекли. Кухня работала. И все довольны. Но Перуна этого, его выбросили, он поплыл по реке деревянной, они там подальше поймали, канатами его скорее в лес затощили, и крещеные завтра пошли ему поклоняться. Этого не было, чтобы Русь стала святая, ничего этого не было. Это обман. А как богослужения теперь будут изучать с пятое на десятое и будут переводить богослужение. И на богослужение все и остановится. А зачем? Так они надо учить. Зачем? Они будут исследовать, пойдут, тут разные баптисты появятся. Пришел, слушай, где кланяются. Аллилуйя. Помилуй меня, Господи, Господи, помилуй, сорок раз. Народ ничего не знает. Я это разговариваю теперь уже с современниками. Я говорю, сейчас, сегодня ходят, сегодня есть, которые проповедуют батьки. Там вообще ничего не знали. Вообще не знали. А кто это пишет? Димитрий Ростовский. Спустя 800 лет. 800 лет проходят и ничего не знают. Возьмем 700. С лишним. Вообще, тупость такая, что некоторые даже считать не умеют. Священники окажут. На память. На память. Где ходил, махать надо, где повернуться, где поклониться, то знали. Проходит год, два, три, десять, сто. А слове Божьем, о переводе даже разговора нет. Нигде, не в летописи, нигде. Да так понятно, где писать-то. А, это, карата растет береза, можно было надрать ее много. 200 лет, 300 лет. И на этом застряло, засохло, до 1876 года перевели, когда. Тут уже учить, начали помаленьку. А 800 лет, 800 лет, вообще ничего не знали. 8 столетий, почему никто не кричал, не вопил, а в это время стривольники появились, жидовствующие, разные секты-то возникали, которые, но и те ничего не знают. Он залазил, который у них там главный, или бабушка какая-то, в кадушку, а вокруг они там хоровод устраивали, веселыми ногами, как на Пасху. И он вот так вот руками это плещет, примите Духа Святого, а я на себя, что-то накатил, накатил Дух Святой, накатил. Я там сижу, что-то там, не знаю, какое-то слово, Дух Святой там дает им. Это все было исследовано. Мы-то пришли, не просто, не обработанная земля, пустырь, с чего я начал говорить. Мы пришли на выжженное поле, потому что даже лес говорит о какой-то религии, Бога могут найти. Коммунисты, большевики выжжили все. Мы, родилось, наше поколение вообще на голове землю. Все было выжжено. Одни, пни какие-то, нам надо и корчевать, и нам надо землю обрабатывать, и надо ее удобрять, не упасть. Важное дело, вот такие они и были там в храме. Сразу, как слово Божие слушают, так голова закружилась. Вот в России так 800 лет и кружилась в головах. Вот к чему мы пришли. И как мы должны сегодня быть благодарны переводчикам, которые имели такие знания огромные. Вот Хвольсон Давид Аврамович, еврей, родился в России, русский знает как еврейский, доктор филологического университета Лейпцига, европейское образование, принимает крещение, православным стал. И теперь он переводит. Я говорю, а ты по словарю, по букве ищешь и пытаешься подсказать неправду. Отметать эту ложь. Синодальный перевод лучший в мире. Непрерывно повторяй. Если еврей имеет оригинал, то наш перевод не выступает оригиналу практически. С таким знанием, такие тонкие обороты. Особенно при мудрости Соломона, я с первого раза как прочитал, понял, это высочайшее знание языка и нежность. Вот это ни один цесарон с ним не сравнится, каким языком написано. Вот о чем. Как засеять? А проповедь? А кого проповедовать? Чего проповедовать? Я спрашиваю одного старого бряца, а у него семь сыновей. Я говорю, дети-то верующие. Ну, не так, чтобы. Ну, я тебе скажу, если, говорит, тронут нашу веру, они могут зарезать. И просто так, таких сын еще у нас живет, потеряете. А сам герой веры. Они мало знают, оно свинорезанное но, что можно взять с собой, если над нашей верой будут издеваться. Вот так. За веру могут постоять. Куда они денутся? Мы заставим их. И Россия с этим шла и насаждала. И, наконец, рухнуло все. А почему насилие? Америка, что ж, захватывает там, в Ливии, везде. Это говорит о ее кончине. Она не будет все время, она лопнет. Там будет какая-то негритянская страна, может быть, или что-то. Они сделают свое дело. Перед Богом может устоять только то, что по Евангелию поступает. С верой в Бога. Разрабатывает на вину души. Распахивает. И сеет. И вырастает урожай 360-100 крат. Вот это нужно и знать. Поехали. Вы знаете, кто сказал так? Гагарин. Первое слово. Второй фисалонетисом 3.10. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Толкование. У вас вместо с вами. В первом послании апостол рассуждает об этом снисходительно, здесь же строже. Ибо если он сам трудился днем и ночью, хотя и не имел никакой нужды, то тем более другие должны были так поступать. сядьте прямо, постарайтесь. Не принимайте удобную позу для сна. Прямо сидите. Не наклоняйтесь никуда. Ободритесь. Вы знаете, что такое сон? Вы знаете, Северная Корея страна коммунистическая? Да ее раздавить еще не стоит, так охлопнуть. А ее неамериканцы, никто не трогает. Почему? У меня атомное оружие есть. Ну, чего атомное оружие-то хлопнули, ракеты не растет. Не поэтому, надо показать, чтобы все смотрели, этого не делали. Ким Ир Сен, вы слышали, первый был. Дальше его сын. Теперь внук, теперь уже правнук на престол ходит. И вышел он. Была молодой, солидной, нажитой. любовницей, что-то она не так сделала, сразу казнить, расстреляли. Дядя, его родной дядя, показано, как он его поддерживает, еще как он на престол сходит, все. Дядя что-то там сказал не так. Тут же арестовали, расстреляли. Сидит, вот так вот, как вы сидите, вот так вот, министр безопасности, маршалы, сидит и заснул, арестовать, и сразу расстреляли. И показывает, что он на корабле где-то отплывает, так его, ну как Сталина, глаза вытрощены, бегут женщины, хватает корабль, так они его любят. Он машет, да отстаньте его от меня. Это сегодня настоящий день вот это. Нам такой царь нужен. Сегодня культурный, знающий, разговаривает нормально, выходят разные там, в переводе на русский язык, безумные, навал это безумные. И они выходят и начинают мутить народ. А мы что должны делать? Не встречное движение делать, молитвенно возбегнуть, защиту. Дай Господи дальше, чтобы этот мир был. Вот сейчас только попутай. Два слова. Кто знает, отчего Гагарин погиб? Какая причина? Иные говорят, что его инопланетяне забрали, другое. Я вчера, уже кажется, не первый раз его смотрю. Была составлена комиссия, из этой комиссии только два человека было живых. В прошлом году, нынче только один. Он какой-то там, академия или кто. и он все расспросил, все данные взял, запустили его в секретные документы. И он говорит, в этот день им дано было летать от 8 до 10 километров высота. А выше там другие, которым было. И оттуда, с той высоты, перешел на этот полет другой человек, думая, что тут никто не летает. И пролетел почти вплотную с ним, и что-то там это сделано. И у него, он вошел в штопор, дальше уже выпустить, ни шасси, ничего не мог. И от него нашли только, ну, где-то написано, по форме одежды, по клочку одежды определили, что это Гагарин. Больше никак. То есть свои, свое сбили практически-то. Причина одна. Никто не... Это наше разгильдяйство, недисциплинированность. Первого космонавта в мире не могли уберечь. Вы же знали, как это было. Хоронить нечего было. Вот так у нас самое ценное, что нам Бог дал православную веру. Но ее надо приблизить к первоначальности. Почему не спрашивают, в апостольские времена так было или нет? Не так. А кто составил? Монахи. Богослужения, то, что епископы только не женаты, монастыри, все дело монашеское. Народ нигде не участвовал. Нету. Белые духовенцы, то есть женаты, было совершенно отодвинуто. И поэтому мы находимся в монашеском монастыре практически. И надо к нему или приспособиться, или, ну, про себя где-то как-то молиться. Мы ничего уже сделать не можем. Никак. Вот сегодня начала тут одна спрашивать, да как, да что. Ну, маленько вперед-то проглядывай, что дальше будет. 40, а дальше не знаю, что сказать. батюшка сказал, 12 раз прочитай. Но другого нет. Если ты допустишь, допустишь, мысль такую, что батюшка сказал, не так, тебе здесь уже не устоять. Твои родители, какие были православные, оба ушли в секту, так? В страшную секту бесовскую ушли. Бесновались. Оба. А мать приехала такая кроткая, и отец у нее, Алексей, такой хороший. Они постоянно ко мне приезжали за пленками, а потом вдруг долго их нету, они уже ушли. Почему? Ну, Господь знает почему. Смотри, у тебя корни гнилые, корни гнилые. Это родители, корневая система. Поэтому ни одного слова лишнего не говори. В один день тебе Бог выметит отсюда. И ты примешь любую заразу в себя. Я сегодня на тебя смотрю, думаю, одно лишнее слово и тебя уже не будет. Даже мысль не допускай. Молись и благодари Бога, что Бог дал доступ к святой православной вере. Хорошо слышишь? Посмотри на нее. Я говорю, даже не повернешься. Чтобы ее глаза были на память нам. Я тебе очень, очень забочусь. Я тебя знаю уже больше 30 лет. Так? Ну да. Да. У тебя есть очень хорошие задатки, доброта, помогать там везде. И все. Но тут не лезь. Это не твоя область. Это есть учителя. Да, монашеская. Все монашеская. Но это не означает, что нельзя спастись. А евангельское вот у нас все библейское считается по-русски. Идут занятия. Блаженых эпилактов. По скайпу еще. Сегодня будет по скайпу. Три раз занятия идет. Кроме того, выставляем толкование. Кроме того, книги лежат, можешь приобрести. У нас очень богатый материал. Вот этот трехтомник лежит. Еще есть. Полное толкование нового завета. Лишнего ни одного слова. Я эти слова не говорю. Я говорю, что на молитву мне Бог отвечает. Но я молюсь, Господи, убери эти ссоры, Господи, помилуй. Как бы мы их не толковали, тем более подряд, Господи, помилуй. Тут никто не думает о грехах. Лишь бы проторабанить. Это неверие. Неверие в Бога. Три раза. Максимально больше и не надо. В Библии, Господи, помилуй, говорится только два раза. Два раза. Господи, мой Господи. Все. Давид сказал. Больше нигде нет. Но у нас это есть. В армянской церкви сто раз говорят, Господи, помилуй. На два с половиной раза надо умножить еще. Но ничего. Вот на это моление мое Бог не отвечает. Я прям прошу Господу, помоги, Господи, чтобы не было этого. Это позор. Мы неверующие. Один раз сказал, Господь, я просил тебя, что ты трещишь еще? Кто вас зовет ко мне, я услышу его. И грех ваш не вспомяну ни разу. Не вспомяну. Брошу за хребет, хребет спина. Как одну искру в океане потопить. Нет, каждый день, Господи, помилуй, Господи, мы не считаем больше трех раз. Мне это открыто. Твой вопрос мне понятен. Вот в чем дело-то. Что я с тобой вместе. Да ты, может, от меня и насыпляла этого репья. Может быть. Ну, вот так. Я же забыла, что я от вас услышала, да? Может быть так? Игорь, ну, ну, да. Ну, да. Но вы понимаете, что я-то дальше не иду, а вас потянуло дальше. Я говорю только для того, чтобы знать, о чем молиться. А ты к батюшке вылезла, он тебя ответил. Ну, конечно, надо было не к батюшке. Погромче. Надо было с этим вопросом не к батюшке. Что это надо делать? Надо было с этим вопросом не к батюшке. Ну, да, понятно. Батюшка, ты зря задержала его. Но мне это все понятно. Но больше не лезь. Те, которые пытались лезть, и дальше их давно у нас уже нет. Они не знают, где грань. Я вопрос задаю. Посты не евангельские у нас, ни одного евангельского нет. А постерские правила только один. 69-е правило это великие посты всегда пятятся. Все остальные уже в 4-м, 5-м веке. И особенно мне пост этот до того не нужен. Почему? Я эти птички завожу 10-го июня. А до 12-го пост и у меня дети в лагере лето, отдыхают. Я не могу, они через месяц уезжают, я не могу молока дать. У меня сливки, у меня яйца здесь. Все есть, все. А в районе было ничего. Вот смотри, но это одно дело. Дальше мы, не уступайте, мы нигде не нарушаем. Мы заменяем рыбой, у нас котлеты, пирожки, там разное все. У нас все как надо. Но мне хочется сметаны, творога дать. Но теперь я уже прошу, я их исполняю. Посты, но мне они не любезны. Теперь я молюсь, госты, дай мне любовь к этим постам. Понимаешь, А мне вот насильно, Господь, да. Вот это начинай молиться. Да. И у меня все это исчезло. Можно сказать, не насильно, так получилось. Я не помню даже, в армии, в тюрьме, в больнице, Бог дал мне не нарушать пост никогда. Я были обменяем на компот там или еще что-то, на пайку хлеба. Но нигде не приходилось нарушать. В больницу в рождественский пост. Я там напугал врачей-то как. А они утром принесли манку-то, а манка-то на молоке. Я говорю, сейчас пост нельзя. А что можно? Ну, давай, да что, мы отдельно что-ли будем готовить? Я говорю, я не прошу. А как вы будете? Я говорю, да поста. Да лежи, сто пять дней осталось, я и так пролежу. Нам какая разница? Так они мигом вначале готовят. Ну, без еды, проведу. Рана быстрее заживет, если есть не буду. Они уже мигом сварили, а еще что можно? Картошку не чешли, картошку сварили. Гляжу, томатный сок тащат, еще что-то. Это Бог делает. Надо твердо стоять на этом. Но теперь я знаю, я и евангельские посты везде говорю, а хотели, чтобы убрали? Хотел бы. Кроме Великого, который сейчас идет среда, пятница, но это делать только соборно. Ну, а если бы сейчас собор решили, я бы все равно постился. Понимаете, у меня корни такие старообрядческие, когда ничего не знали, но посты знали, не нарушали, старообрядческие. Поэтому сейчас бы собрали все православные, там уж не восьмой какой он, собор был бы, и сказали, посты отменяются, но по желанию, кто желает, пусть понедельничает. Я бы посты так и соблюдал. Я по-другому не могу. Понятно? То есть надо найти эту грань, а ты этой грани не знаешь. Ляпнул, глаза раскрыл, рот, щелесть отвалилась и не знаю, что делать. Назад слова все проглотить и замри. Чтоб тебя не слышно было. Вы понимаете? У нас научились жертву приносить. Как? В церковь принести что-то, дать там, милостыню. В Израиле было жертву приносили, приносили. И ни одного свитка закона не было. И один раз, когда выбирали там, где ящик-то большой был, и нашли один свиток. И они первый раз прочитали и ужаснулися. Скорее, пророчица, а так говорит то и то, что Бог сказал за несоблюдение. А как соблюдать-то не знали. И сразу пост по всей стране и дальше опять пошел. Ни одного слова Божия не было. Я думаю, это образец России. Вот заметите, книга печатания, вы думаете, что Иван Федоров изобрел, что ли? Гутенберг. Иван-то Федоров спустя столетие. Почему никто не иллюстрировал Библию? А вот эти картинки наши это все католик делал. Ну, везде, везде. Вот, где бы мы ни открыли, это 230 иллюстраций. Но они не цветные у него, это мы раскрасили. Вот они. Посмотри, какая красота. Гюстав Доре. 230. Вот у меня на книгах, знаете, вот эти, ну да, вот возьму я любой, седьмой том. Смотри, как зал. Что? Стефанов поевает камнями. Откуда я взял? Гюстава Доре. Все картинки, вот все до одной. Гюстава Доре. Почему они православные? Я вопросы задаю. Почему есть, там, как их называют, я там, служба, Евангелия от Иоанна, от Матфея, Баха, играет орган. Почему у русских органа нет, а ничего в церкви нету? Надежда Васильевна знает, мы ухаживали за одной инокиней, монашка она не была. Рязанова Александра Тимофеевна, она, кажется, сто, что ли, лет жила здесь. Долго же она жила. Пролетарская 103. Она вышла за два дня до расстрела монастыря. Она только вышла оттуда. В это время вы на монахине всех вывели, расстреляли там на Бугреге, сейчас источник бьет. Оттуда. И она говорит, когда она была в Иерусалиме, то у настоятельницы спрашивали разрешение бегать в католический храм, когда они начинают играть на органе. Это, говорит, нельзя передать. Это что-то небесное. Орган один, это духовой оркестр. Один только играет, там трубы такие идут на два этажа. Почему не у православных? Я вопросы буду задавать. Почему? Вот Библия разбита на главы и стихи. Вы думаете, это русские разбили? Нет, конечно. На главы один разбил, через сто лет на стихи разбил Степан, библиотекарь, француз, католики. Католики. Значит, они двигались как-то, ну, видели что-то. У русских нет, замерло, все. И когда иностранцы приезжали, говорили, Россия, говорит, это один большой монастырь. Хвалятся, я говорю, да это погибель наша. Народ живет в миру. Проповеди нет. Какой монастырь? Если бы монастырь был с проповедью, пошли. Второй Фессалоникийцам. Одиннадцать. Три одиннадцать. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчильно. Ничего не делают, а суетятся. Толкование. Поскольку ум наш находится в постоянном движении, поэтому, когда мы не занимаем его делами благопотребными, он предается делам непотребным, как и выше сказано. Начинает заниматься разведыванием, как живут другие. А отсюда переходит в пересуды, празднословия, пустословия. Итак, следует трудиться, работая своими руками. Потому и милостыни просить не должно. Кто, имея силы работать, предается праздности. Скажешь. Я молюсь и пощусь. Но это не есть дело рук. Можешь и при этом иметь ручную работу. И если ты об этом не родишь, то подлежишь суду, как празднолюбец. Скажут. Как же того, кто учит, не пренеболивают работать? У него есть работа, важнейшая и труднейшая, которая не даст ему заняться ручными работами. На тебе же лицо частном не лежит ничего такого. И ты грешишь, не родя о труде. Это у матушки, у батюшкиной жены, у Людмилы. У ней сестра, да, болеет эта. Оля. Кто ее знает? Видел она, какая? Вот и все. А она разумная. Ну, ты сейчас не работаешь. А что ты будешь есть? Она работать не хочет. Батюшка, ходила бы, дадут. Ходила бы, дадут, говорит, и дадут. Все, она знает. Вот надо молотить. Покормили и заставили ее мыть посуду. Вечером садиться, посуды нигде нет. И потом случайно пошли в репье за баней и валяются. А зачем? А что второй раз не заставили мыть. Всю посуду повыкидал и все. А то, говорит, не понимает. Я потолю, она меня всегда обнимет, мой отец. А этот егумент Сахаров увидел, говорит, так хотелось фотографировать, я потом снял с него. Она обнимет, приложится к мощам нашим. второй фисанкистам 3.12. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. поскольку выразился более строго, сказав, увещеваем, то опять с большей снисходительностью обращается к ним и говорит, убеждаем, но через это увещание делается еще более веским и строгим. Двух вещей требует одних, как от бесчинных, чтобы безмолвствовали, так от праздных, чтобы работали, ели свой хлеб, а не чужой, ибо им не должно обращать взоры на чужие руки. И последние слова очень далеко растягиваешь друг от друга. Так слово, потом так. На третьем слове уже половина зала спит. Маленько поближе слова друг к другу. И по радио, когда поуступаешь, тоже. Сильно далеко. И при том это делаешь только при окончании занятия. Один раз. А у тебя очень часто на каждом стихе длинное, далеко, большие. Я еще раз прослушал, посмотрел, и сжать надо. То есть ты растягиваешь, первое слово уже забыл, какое последнее пришло. Итак, надо это делать. Я теперь делать первое слово уже это надо делать. Другую интонацию избери теперь, попробуй. А с растяжкой один раз в конце. Потому что я много слушаю какие-то обуви говорят. бывает быстро. И все равно есть что-то среднее. Ну, вот пенсионеры не работают. Ну, понятно, люди уже пожилые, но иногда они 77 сочные и свежие. Это не есть праздность? Какой? Это пенсионер не работает. но работать может. Мы сейчас вот о праздности говорим. И апостол призывает работать. Если проповедуешь, можешь не работать. А если ты не проповедуешь, а у нас пенсионер, он может работать, а он выбирает себе праздность. Это государство как-то думало, я ничего против не имею. но у меня такое вот... Я не знаю, вот работает который... Есть же работающие пенсионеры, и им есть... Бывает, сколько лет на пенсионеры? Мужчины. Я про изношенных не говорю, я говорю про неизношенные. А что есть праздность? Ничего ни дела не есть. Нет, ну что ничего ни дела нет? Пенсионер значит не работает, не зарабатывает деньги. Но кроме этого, у него же другой круг обязанностей. У него есть обязательно, в большинстве случаев, булки, у него есть домашнее хозяйство. Ну, он учит сначала. А что, и подработать подразумевается обязательно зарабатывание денег? Нет, но здесь чтобы... Здесь подразумевается, что работайте своими руками, а не чужими. Пенсионер получается, но он своими руками, то есть он эти деньги если бы отложил, допустим, в течение вот как работали, и откладывает там пенсионный фонд, там все. То есть это свои деньги ему уже возвращает потом. да, он их заработал, и сейчас может не работать. Но здесь нам писание говорит, что лучше работать. Игнать Тихонович может не работать, он изношенный пенон, он пашет за двоих, за троих. И я его за это уважаю. И апостола уважаю. То есть он мог не трудиться, но он трудился, делал, шил палатки, он мог, он имел власть эту делать. Я не отнимаю власти пенсионеров эту власть, не работать. Не хочешь, не работай. Но по совести-то. Да полно пенсионеров, которые не работают. Сплошь и рядом. Да, у нас не время пошли и дают возможность прибывать на пенсии. Это же не просто так. Да, у меня отец ни дня на пенсии не был умер. Смысл всю жизнь горбатиться для того, чтобы праздновать. Мне на Александра значит говорить. Я не слышу. Когда человек отправляют в пенсионный возраст, уже наступает и человек уходит от труда официального в государстве. Но это же не случайно его отправляют, потому что показывает и медицина, и статистика, что это уже нетрудоспособный человек. И он для государства своим трудом полезного уже не может принести ничего доброго. предоставляет возможности молодым, трудоспособным людям занимать эти места. Но дальше, как пенсионеры, как правило, все трудятся для того, чтобы себя обеспечить дальнейшее проживание свое. пенсионеры. Тут вот какое дело. Если это пенсионеры, допустим, у них там главный банкир Тайского края, Песоцкий, очень близко знакомый был, а у них норма, 70 лет должен пойти на пенсию. А он бодрый, председатель Демидовского фонда, там другие, там еще до свидания, никто не спрашивает. Военные где-то, определенная и дальше никак. Везде ограничено. Путин шестилетний срок отбыл, имеет право теперь еще раз подряд выбираться. Дальше не может. Должна быть какая-то прокладка. Снова медведя подставить, а потом через него опять еще два раза прийти. Препятствия-то какие бывают? Препятствия в немощи. Ты показал на пенсионеров. О пенсионерах Библия говорит так. Допустим, женщина, она дожила до 60 лет. Ей не работать, но она должна найти на огороде копаться. Говорит, достигший 60 лет, принимавший странник, помо ваши ноги, то есть ее взять на иждивение церковное. А фонд добровольно собирал там первые Ахая помогла, Каринская церковь. Вот откуда речь-то идет. Сегодня пенсионеры действительно никуда не годят. А куда ты пойдешь? Вот он работал на такой работе. А другой, который работает где-то такой, говорит, а я, говорит, остался, меня попросили начальники остаться, я и дальше работаю. Я, настройке прорабом был. Он сам на себя не таскал бревна. У него грыжи нет, как у меня, три грыжи на спине. И он может остаться. Может еще работать, да и крепкая сила, он не изработался. Организм изнашивается. Я сейчас беру камеру, у меня руки трясутся. Я ничего не могу делать. Это организм. Он на пределе былый, поэтому там какие-то повреждения. А что делать? Все равно надо работать. Что они будут делать? Вот у нас пенсионерка, старейшая, 90 лет ей, Серапима Гавриловна. Ее знает кто? Все знают. Знаешь, да. И я ее ни разу не видел, чтобы она просто днем может быть где-то приляжет или что-то. У нее огород, у нее все растет. И как только вырос, а эти арбузы. Вот я из церкви выхожу, велосипед стоит около батюшки, выхожу, уже там натолкана в корзинку. Арбуз, дыня, и не успела. Она в сумочки свои и пошла в лагерь придет принес. Вот помидор, вот и каприсалов, фасоль, чеснок. Она знает, что у нас нету. Ей 90 лет. Я у нее на огороде ни разу не был. Да что-то она не примет. И она копается и копается. Вот вчера у меня было. Голова у меня закружилась на молитве стояла и упала. И упала. А Володя это сын ее в другой комнате. Он восхищал мама что а я лежу и говорю Володя не подходи ко мне. Я когда падала я чувствовал как мягкие руки меня приняли. Я хочу это удовольствие еще испытать. И она продолжает дальше лежать мягкие теплые руки ощущать. Теперь я устала пришла но совсем не могу молиться. Вот даже надо вечернее правило исполнить. Я тогда пошла в другую комнату давай гимнастику делать упражнения в присядку и у меня куда еще делась тогда взяла в руки себе лесопущетки пошла молиться считать 90 лет я скажу у меня мама была точно такая же она знала что такое десятина она ходила в Барнаульске к отцу Николе старобрядцы у Павла сколько все растет она Паша ты дай мне грядочки две мам да все твое то не надо то твое ты мне выдели я сама посею сама соберу свеклы морковки всего насадят а зачем мама тебе это но я приезжаю барнауль сюда а там бабушки старушки соберутся а у них ничего в городе нет они меня так ждут когда приедут и она с пустыми руками никогда не едет а спенсии десятину батюшки восьмой десяток идет 86 лет и мы такое ее и запомнили надо работать а раз никуда не угоден ну что ж так ты жил конечно у него только треугольник телевизор холодильник туалет телевизор холодильник туалет диван о ком позаботиться надо конечно пойти поводиться можешь посидеть ребятишками посмотреть ну можно ну можно что-то готовить даже где собираются можно к нам поехать к ребятишкам нашим помочь зову лагерь теперь лагеря нету и в лагерь приезжали Раиса Николаевна приезжала она там работала Валя была у меня была вот так а тут у меня кого не было Людмила Степановна Нина Александровна ты с кем законфликтовал с ним конфликт был не у меня снимал разделим я с собакой еще барабаш больше давал барабаш больше давал я думаю не больше по-моему уровня ты положил все свое пропитание видите какой у нас народ и поэтому на пенсии вот допустим у тебя жена Галя ты что думаешь она будет сидеть на пенсии да она эти огороды сейчас она какие-то теплицы поставила рано собирает и сдает а другую рядом с соседей у никого этого нет и так нет она огородница у него прекрасная у нас даже Оля была в лагере Оля Тонина сестра вот на горе Тоня Сироткина ее сестра Ольга она больная на голову больная была вот больная ну сестра родная караулила там да детей помните даже возьмет стульчик пойдет на поле сидит дети играют она сидит караулит караулит сиделкой была у нас Ольга все равно надо найти себе место где-то если ничего нет молись день и ночь молись Анна не отходила от храма стужила Богу день и ночь 84 лет была она ну Семеном богоприимцем которая пришла Анна ну подражай ей она не говорила что я безработная пенсии не было она должна была быть на изделии это сейчас социальные услуги государство пенсии вообще не выплачивало не было никто это не знал а как жить накапливай и поэтому христиане которые все сразу не отдавали понятно было заботились о себе но кто кто знает в Китае нет пенсии правильно да да в Китае нет пенсии в Китае пенсию не платят в стране миллиард но там закон ты должен докармливать родителей как бы евреев я хороший ролик китайский видел один чем он занимался горной промышленности кажется и разбогател вернулся в свою деревню с миллионами и посмотрел а там домов 300 было и он с ними договорился я вам палатки дам а вы в палатке все снес построил новые коттеджи дома дорогу проложил все и тогда всех поселил бесплатно а зачем я разбогател и хочу своим отдать чтобы построить огромную деревню прям огромное показывать где и опять всех поселить и там внутри все-все-все оформил дал и все бесплатно китаец какие они добрые все-таки китайцы это потому что у них пенсия надо отменить нам пенсию и у нас все заработают тогда они будут там янстые ты сам-то где работаешь ты накопишь накопил уже не говори не говори Нина обещала меня докормить сейчас и Бог даст силы тут еще надо провести урок а это оторвать от этого и Бог даст силы прокормить так шутка сколько сейчас прошел да пиши на бумажке тут два стиха прослышь ну ладно два стиха а то ехать надо еще так сейчас поблагодарим и опять сядете на место эти полчаса будет другое может там поменьше будет очень важно интересно вам внимать не придется это я больше не буду а Газагуляева увезли да у меня нет охраны слева справа давайте мы стоим а можно вот стоим девчонки надо с этой стороны чтобы кто-то был я это мужчина ну вот Анатолий 50 50 я тоже не буду не нарушать традицию не нарушать традицию все молимся достойно проплес и мать и бога наша честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафим безысквения бога слова рожжую сущую богородицу тебя величаем отец наш небесный любящий создатель мы благодарим тебя за все твои милости явленные нам до сего дня и всей день хвала тебе господи о чем мы слышали о законе твоем дарованном по любви народу твоему который попран и народ погибает не зная писания господи ты избрал нас открылся нам что ты умер за наши грехи по писанию пролил причистую кровь избери из нас на благовестие кого ты пожелаешь исправь настать наполни и пошли дабы слово твое приносило добрые плоды приготовь нас всех встречи с тобою сохрани нас от злопомнения от всего что не славит тебя и распусти и распусти нас с миром научи постоянно размышлять о любви твоей о законе данном для спасения тебе боже слава за все отец сын и святой дух аминь аминь отец заповедавших заповедавших нам молиться о них спаси их и помилуй аллилуйя аминь говори господи владыка слушай ты да слышит раб твой аминь во славу божию